Первое, что мы сделали, это исполнили свой долг перед людьми, которые страдали от государственного переворота и последовавших за ним боевых действий на территориях Юго-Востока Украины. Мы признали права этих людей, которые проживают на этих территориях, защищать свои интересы, свою жизнь и жизнь своих детей. И это, на мой взгляд, основное. Мы также показали и сами себе, и всему миру, что мы не только говорим о защите своих интересов, но мы делаем это и будем это делать вне всяких сомнений. И с этим всем придется считаться. Что касается второй части вашего вопроса, что нужно сделать для того, чтобы прекратить боевые действия на Украине. И вам, как представителю Соединенных Штатов, могу сказать то, что когда-то сказал господину Байдену. Он мне когда-то прислал письмо, я ему в письменном виде ответил. Если вы хотите прекратить боевые действия на Украине, перестаньте поставлять оружие. Эти действия прекратятся в течение двух, но максимум трех месяцев. Вот и все. Это первое. Второе. Мы призываем никому не мешать возможному мирному процессу. Уважаемый господин Джордан, я вынужден сейчас напомнить то, что происходило в конце 22-го года. Ведь мы же договорились с Украиной о том, что мы готовы подписать с ними соглашение, которое отвечало на несколько ключевых вопросов. Первый вопрос для Украины – это система обеспечения ее безопасности. И Украина в проекте этого соглашения прописала это таким образом, что она не является членом НАТО, она придерживается нейтралитета. Но обеспечение безопасности прописано таким образом, что это очень близко к уставу НАТО. Четвертой и пятой статьи устава НАТО. Наверное, нет необходимости вдаваться в детали. Но это означало, что все подписанты должны были бы оказывать случай необходимости помощи Украине военным путем и так далее. Для нас это сложный вопрос. Я сказал, что над этим нужно подумать, но это возможно к обсуждению. То же самое касалось интересов России. Это, повторяю еще раз, нейтральный статус Украины. Не вступление ее ни в какие блоки. Это ограничение в известной степени вооружения и так далее. И это, безусловно, то, в чем заинтересована Российская Федерация. Кроме этого, как вы помните, мы говорили о денацификации Украины. И я был очень удивлен, когда меня начали спрашивать, а что же такое денацификация? А это запрещение на законодательном уровне пропаганда нацизма. Как это не покажется странным, но и здесь у нас нашла всеобщая платформа. Так же, как и по другим ключевым вопросам, необходимым для урегулирования этой кризисной ситуации мирным путем. И если руководитель переговорной группы со стороны Украины под выдержкой из этого большого соглашения поставил свою подпись, парафировал этот документ, я думаю, что это свидетельствует о том, что это устраивало в целом украинскую сторону. А если мы это приняли, значит, это в целом устраивало и Россию. Я не хочу у вас ставить какое-то сложное положение, но тем не менее задам риторический вопрос. Зачем же господин Джонсон приехал в Киев и рекомендовал выбросить этот договор в помойку? Зачем же он поставил перед украинскими коллегами своими цель добиваться победы на поле боя, добиваться стратегического поражения России? Украинская сторона, ее официальные лица публично заявили о том, что если бы они подписали этот договор окончательно, то война прекратилась бы еще в конце 2022 года. Это не мы сказали, это сказали украинские официальные лица в Киеве. Публично. Вот у меня риторический вопрос. А зачем надо было мешать нам с Украиной подписать этот договор? Ну, могу только предположить, что кому-то хотелось добиться тех целей, которые они ставили перед собой на российском направлении своей внешней политики, именно подвести дело к разрушению России, к тому, чтобы любой ценой добиться стратегического ее поражения и так далее, и так далее. Поэтому вы меня спросили, что же нужно делать. Надеюсь, что я дал достаточно полноценный ответ. И вот когда у вас будет такая возможность поговорить с руководством своей страны, спросите, пожалуйста, их. Зачем вы помешали заключению мирного договора между Россией и Украиной? То, что я вам сказал, это мои только предположения, зачем они это сделали. Но, может быть, есть какой-то другой, более полноценный и официальный ответ. Но я за своих коллег из Соединенных Штатов, из Великобритании, конечно, этот ответ полностью дать не могу. А то, что господин Джонсон приехал и сделал, это не только по собственной инициативе, но уверен и при поддержке администрации США. В этом у меня сомнений нет никаких. Спасибо. Спасибо.